В Лиде пропал ребенок. Эта информация поступила в отдел внутренних дел в понедельник, 8 апреля. По тревоге были подняты семь нарядов милиции. Как позже выяснилось, 10-летняя девочка днем ушла выгуливать собаку, но домой животное вернулось без хозяйки. Родители сразу сами пытались найти дочь, однако их попытка не дала результата. И они сообщили о случившемся в милицию. Было нам известно, что мама попросила девочку выйти погулять с собакой. Собака вернулась через час. Мама самостоятельно девочку найти не смогла. Примерно в 18.40 после самостоятельных поисков мама обратилась уже к нам. И были проведены соответствующие мероприятия по розыску девочки. В течение часа местонахождения девочки установил мой коллега сотрудник ГАИ, который находился на выходном дне. Получил сообщение посредством программы Viber с приметами девочки. И на улице Тухачевского в районе Костела обнаружил девочку растерянную в слезах. По состоянию ее было понятно, что возможно она заблудилась, либо какие-то есть другие причины ее отсутствия дома. При разбирательстве и доставлении девочки домой она была передана маме. И девочка пояснила, что после того, как потеряла собаку, пыталась ее самостоятельно найти в районе Гастелло и Кооперативной, а также улице Рыбиновского города Лида. И в связи с этим, соответственно, боялась идти домой. Думала, что мама, возможно, за отсутствие собаки ее будет ругать. Ну, таким образом, местонахождение девочки было установлено. Установлено. Лицкий РОВД поднимался по сигналу тревоги. Было задействовано на не менее семи нарядов. В течение вот этого часа пока девочка не была обнаружена. Хотелось бы по этой ситуации обратиться к родителям с целью того, чтобы они все-таки осуществляли должный контроль за прогулками детей, за их поведением во время прогулок, в свободное от учебы время. Я думаю, что это несложно сделать для родителей. Даже если родители где-то заняты на работе, ну, хотя бы несколько раз лишних набрать ребенку по мобильному телефону, спросить, где ребенок находится, с кем, чем занимается.